Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Многие карагандинцы хотят продать свою почку. Веб-сайты изобилуют объявлениями подобного рода. Кто и зачем пытаются продать свои внутренние органы? В Карагандинской области кадровые перестановки. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков представил своего нового заместителя и руководителей управления. Мама против учительницы. Педагога начальных классов из Балхаша Батилу Идрисову признали виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью девочке-инвалиду. Подсудимая вину так и не признала. В стране процветает интернет-аукцион человеческих органов. На сайтах электронных объявлений размещены сообщения от потенциальных продавцов и покупателей. Среди них много карагандинцев. Между тем, такая купля-продажа запрещена законом. Что толкает горожан на подобный шаг, выясняла Анель Шелкарбек. Сегодня продавцов почек, печени и даже сердца можно без труда найти в интернете. Всего на сайте электронных объявлений более 2000 сообщений. Органы продают люди разных возрастов. А вам сколько лет? Мне 5-4 тысяч. Алло. Алло, здравствуйте. Вы почки продаете? Да. За сколько? 20. 20 тысяч долларов? Да. А вам сколько лет? 28. Продать органы можно только нелегально. Официальная продажа уголовно наказуема. Торговля органами запрещена и религией. По словам Найбимама Караганинской области, мусульмане вправе распоряжаться своим телом лишь в рамках шариата. Все, что выходит из рамок шариата является запретным. То есть харам. Не имеет человек права продать свою почку и после этого, например, страдать или все, чтобы болеть. И также он не имеет права продать какой-либо свой другой орган, если это причиняет вреду его телу. А продажа любого органа причинит вред человеку. Однако страх перед судом Божьим отчаявшихся не останавливает. С заманчивым предложением люди обращаются и в диализный центр Караганды. И даже сюда звонят и предлагают. Но, понимаете, мы такие моменты все игнорируем, потому что это незаконно, это неправильно. И здесь очень много разных аспектов, поэтому мало ли кто что хочет. Мы на местах, допустим, регионы ежеквартально обновляем сыворотку крови. Во-первых, вновь взятых мы берем в лист ожидания, как первичных, на типирование. И затем ежеквартально мы обновляем сыворотку крови. Вот в данном случае сегодня как раз мы этим занимаемся. И будет отправлено с помощью станции переливания крови наши коллеги эту кровь в Астану. Потому что центр трансфузиологии там находится основной, где проводятся все вот эти вот сложные методики исследований. В диализном зале находятся те самые пациенты, парный орган которых работает только благодаря аппарату «Искусственная почка». Единственная и законная альтернатива такому лечению – трупное донорство. А донорами могут быть люди, которые умерли от внезапной смерти. Вот только не все эту помощь получают. Доноров катастрофически мало, а в Караганде их вовсе нет. Успешного по региону у нас такого не получается. Потому что сразу как-то воспринимается очень агрессивно, негативно. Такое ощущение, как будто нам что-то объяснить очень тяжело. Поэтому я говорю, наверное, надо чаще проводить какие-то встречи, какие-то круглые столы. Чтобы общество как-то обратило на это внимание. Потому что эта проблема очень актуальная. И ситуация, так скажем, гуманная. Количество пациентов, нуждающихся в новых органах, растет ежегодно. Бесконечные конференции на тему беседы с родственниками умерших от внезапной смерти людей результатов не дают. Может, пора уже внести изменения в законодательстве о том, что каждый вправе указать своему достоверению согласие на трупное донорство. Массовые гуляния в городах и районах области на День Конституции отменять не будут, несмотря на продление срока действия желтого уровня террористической опасности. Об этом на совещании в Акимате рассказал руководитель управления внутренней политики Нурлан Рыстин. Всего в праздничные дни в регионе будет проведено свыше 200 мероприятий. Срок действия желтого уровня террористической опасности на территории страны продлен до 15 января следующего года, поэтому торжественные собрания пройдут в закрытых помещениях. Однако массовые гуляния на площадях все же состоятся. Акимы городов и районов должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. В области пройдет более 20 благодарительных акций, 12 тематических труб и столовых более 10 спортивных мероприятий. В рамках празднования Дня Конституции планируется открытие в областном центре детского сада на 320 мест. На 28 апреля установлено открытие нового торгово-ферминического центра «Автонарбан». В ряде городов и районов области будут открыты новые производства, социальные объекты. Специально в честь 16-летия Конституции в Саране будет запущено производство газобетона. В Темиртау заработает предприятие по переработке отходов химического производства. В Актугайском, Нуринском, Осакаровском, Шведском районах будут открыты новые сельские врачебные амбулатории. Основные гуляния в Караганде состоятся 30 августа на набережной Центрального парка. Речь идет о том, чтобы бесперебойно подавалась вода, работала система подачи электроснабжения, транспортного сообщения, чтобы эти наши праздничные мероприятия не были смазаны вот такими шероховатостями. В праздничные дни не обойдется без подарков и наград. Власти региона наградят почетных граждан, государственных служащих и подростков, которым 30 августа исполнится 16 лет. Подарки, продуктовые наборы и денежную помощь получат около 8 тысяч человек из категории социально уязвимых слоев населения. Айям Амрина, Исламбекус Пан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области кадровые перестановки. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков представил нового заместителя и руководителя управления по делам религии и сельского хозяйства. Аким области отметил каждого чиновника отдельно и пожелал им успехов в работе. Новым заместителем Акима области по инвестиционным вопросам и промышленности стал Маргулан Карибеков. Его предшественник Ануар Ахмеджанов переведен на должность государственного инспектора администрации президента. Маргулан Сибирьевич, 1964 года рождения, имеет три высших образования. Работал в коммерческих структурах и на различных государственных должностях в Карагандинском регионе. Был Акимов в районе Винитазбек-Пи, возглавил департамент агентства Республики Казахстан, по негулированию естественного малополия по Карагандинской области. И с августа 2014 года работал в первом заместителе председателя управления, а с февраля 2015 года председатель управления оценена общественно-национальная компания, социально-предпринимательская корпорация «Саража». Руководителем управления сельского хозяйства стал Нуржан Беккожин. До этого 55-летний чиновник работал заместителем Акима Жанаркинского района. С февраля 1994 года на государственном службе находится около 10 лет был Акимов в сельском округе Коптинкурик, с 2006 до 2011 года работал заместителем Акима Жанаркинского района по вопросам сельского хозяйства и заново и финансово. С июня 2011 года до назначения был заместителем Акима Жанаркинского района и курированным вопросам сельского хозяйства. Руководителем областного управления по делам религий стал 43-летний Нурлан Бекенов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя управления внутренней политики. С 2001 года находится на государственной службе. Работал главный специалист в управлении управления внутренней политики и социальной сферы Акима Жанаркинского района. С 2003 до 2010 года работал в управлении внутренней политики Карагандинской области, где прошел путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя управления. А.М. Амрина, Исламбекус, пан Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Педагог начальных классов одной из гимназий Балхаша Батила Идерисова выплатит штаб в размере более 100 тысяч тенге. Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда признала учителя виновной в избиении школьницы-инвалида Дельнас Душановой. Ранее педагог уже выиграла касационную инстанцию против администрации учебного заведения и была восстановлена на работе. Однако теперь судимостью учительницу, возможно, уволят повторно. Суд длился несколько месяцев. За это время были проведены дополнительные судебно-медицинские экспертизы. Они подтвердили наличие у Дельнас закрытой черепно-мозговой травмы. Мама школьницы не подавала иск на возмещение морального и материального ущерба. Она довольна тем, что справедливость все-таки восторжествовала. Мой ребенок, седьмой в одном классе, седьмой ребенок, который пострадал от рукоприкладства и неадекватного обращения, психологического давления на детей. Понимаете, говорить о том, что простила бы я ее или нет, мне сложно судить, потому что она даже не считает себя виновной, она не чувствует за собой вины. В суде педагог с 25-летним стажем упорно отрицала свою вину. Несмотря на это, суд счел достаточным представленные доказательства. Приговор – штраф в размере 50 минимальных расчетных показателей. Это более 100 тысяч тенге. Кроме того, осужденную обязали оплатить все судебные издержки. Айям Амрина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. Служебную этику в осуществлении деятельности по защите прав граждан обсудили карагандинские суди и руководители государственных органов. Специальный семинар на эту тему прошел в Доме дружбы. За круглым столом обсудили волнующие вопросы на тему служебной этики государственных служащих. Участники отметили необходимость повышения морально-нравственных требований к сотрудникам, которые осуществляют защиту прав и законных интересов граждан. Присутствующим рассказали о работе Департамента Министерства по делам государственной службы. Подробнее остановились на работе Совета по этике. Далее со своим докладом выступил Аспенби Жералгасов, заместитель прокурора Карагандинской области. Принятие этического кодекса способствовало приданию нового правового характера морально-этическим нормам, соверевнования и внедрению их в качестве органической части законодательства государственной службы, а также установлению связи между стандартным поведением, мерами дисциплинарной ответственности, наступающей за их нарушения. Дусен Кузбеков рассказал об основах этического кодекса суди. Он отметил главное – от судьи требуется соблюдение высокой культуры и поведения в процессе, умение поддерживать в судебном заседании должный порядок. После чего свой доклад зачитал Аскар Читписов, заместитель начальника управления кадровой работы ДВД Карагандинской области. Мы не можем скрыть того, что происходит на улицах, того, что происходит в настоящей жизни. Я это не имею права отрицать. Да, действительно, это так. Но это не означает, что сотрудники полиции все нарушают этику поведения, нарушают законность, нарушают дисциплину. Поэтому нами, руководством ДВД, проводится огромная работа. Работа эта проводится реальная, не на бумаге. Мы ежедневно требуем отличного состава соблюдения всех норм этических, всех норм дисциплины и законности. В конце мероприятия участники высказались и обменялись мнениями. А сердце Замбаева, Атулиген Рашидов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Космос, мультимания, мое лето и 25-летие независимости Казахстана решила отразить в граффити компания Караганды Жарек. Ежегодный конкурс настенного творчества и стрит-арта «Энергия лета» уже стартовала. Участники конкурса «Энергия лета» уже приступили, а некоторые даже закончили свои шедевры. Они расписали трансформаторные подстанции. За шесть лет уличные художники разрисовали более 500 таких стен. Компания Караганды Жарек единственная в Казахстане, поддерживает искусство граффити и позволяет художникам заниматься им легально. 30-летний Василий Вдовин работает на заводе в Павлодаре. Искусством он увлекается с детства. Рисованию обучался самостоятельно. В граффити пришел из хип-хопа. В конкурсе от компании «Караганда Жары» принимаю участие второй год подряд. В этом году приехал с товарищем, решили выступить командой. Считаю, что выступили достойно. Дадим соревновательный дух. Красоту каждый участник понимает по-своему. Картины на заданные темы изображают с помощью небольших баллончиков краски. Стоят они, к слову, недешево. На изготовление одного шедевра уходит примерно 15 баночек. Благо организаторы конкурса «Караганды Жарык» берут на себя все расходы. Ярослав Александров тоже приехал из Павлодара. Стрит-артом парень занимается всего полтора месяца. Пишет в основном кистью. Мне хотелось удивить одного человека, нарисовать портрет на стене. Получилось, что мне процесс этот понравился больше, чем сама затея. Ну и пошло-поехало. Ребята подходят, свои с Павлодара говорят, у тебя все будет хорошо, наверное, в какую-нибудь четверку войдешь. Моя главная победа – то, что вроде как я не облажался. Участвовать в конкурсе могут школьники, студенты и представители рабочей молодежи. В этом году в нем принимают участие даже шрифтовик. Именно так себя называет Павлодарец Руслан Касимов. Мне немножко сложно соревноваться с другими ребятами, потому что я шрифтовик, и все время я рисую шрифты. Организаторы граффити батла взяли на себя даже расходы с проездом и проживанием участников. Обещают и солидные награды. Награждение конкурса планируется на сентябрь. В конце августа будут подведены итоги. Согласно конкурсу, он у нас уже проводится шестой год подряд. На гран-при у нас дается 150 тысяч. Первое место – 100 тысяч, второе место – 70 тысяч и третье место – 50 тысяч. Энергия лета зашкаливает. 32 трансформаторных пункта караганды преобразились буквально на глазах. На них появились изображения Тухтара, Оба Кирова, Собачек, Белки, Стрелка и других мультяшных и космогероев. Итоги конкурса будут подведены в сентябре. А.М. Амрина, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. И последнее. Сборная команда СОБР областного ДВД заняла первое место по итогам первенства по борьбе с самбо среди сотрудников органов внутренних дел. Соревнование было посвящено предстоящему Дню Конституции. 110 участников из 26 команд приняли участие в первенстве по борьбе с самбо среди сотрудников органов внутренних дел. Обращаясь к участникам соревнования, заместитель начальника ДВД Ордак Интыкбаев отметил, что Департамент внутренних дел уделяет особое внимание пропаганде здорового образа жизни. Борьба с самбо является преподатным видом спорта органов внутренних дел, силовых и справочных органов. Борьба всегда была в почете нашего народа, и мы стараемся гордиться нашими борьбами, баллонами. Благодаря нашим борьбам, команда ДВД Корректор области ежегодно успешно выступает в чемпионатах ЛВД и ЦС Тинамо. Состязания проводились по олимпийской системе в восьми весовых категориях. Самый легкий вес – до 57 килограммов, самый тяжелый – свыше 100 килограммов. Организаторы отмечают, что участники показали себя с лучшей стороны. Все находились в отличной физической форме и были настроены только на победу. В первенстве также принимали участие призеры мировых турниров – Мирей Жубанов, Нуржан Халилин, Махмуд Мухамеджанов. Они и в настоящее время защищают свои титулы на мировых соревнованиях. По итогам первенства первое общекомандное место заняла сборная команда СОБР областного ДВД. На втором месте – учебно-тренировочный взвод. И замыкают тройку лидеров команда войсковой части 22750. Сильнейшие спортсмены награждены ценными подарками, кубками, медалями и грамотами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова